Всем привет! С вами Никита и мы продолжаем городить огород с полного нуля. Эту фразу я буду повторять, потому что люди, когда заходят на канал и спрашивают «А почему астры посадили сейчас, а не потом?» Ответ простой. Да потому что я не знал, когда их сажать и просто элементарно посадил. Так вот, чтобы люди были осуведомлены в том, что я неопытный и, соответственно, уже не задавали таких вопросов. У нас потери. Мы потеряли микрозелень. Это, конечно, вообще жесть. Ну, а, кстати, все еще пахнет горохом и сено. В общем, никто горох не съел и по итогу он засох. Мы столкнулись с болезнью. Ну, а какой узнаем после начала. Так вот, у меня заболели томат или огурцы? Огурцы. У нас болезнь. Фузариозное увядание. Сейчас покажу. Я забыл переодеть кофту. Так вот, фузариозное увядание. Это когда чересчур много влаги и образуется грибок, который проникает в корни, в растения и закупоривает сосуды. И оно не может впитывать полезные вещества. Ну, в целом, я так понимаю, питаться. Сейчас покажу. Так вот, получается фузариозное увядание. Такая вот боляка. Они просто сохнут, видите, абсолютно. Сухо. Вот оно все распадается. Вы скажете, а зачем сажать такой огурчик в такой большой горшок? А я и сам не знаю, это сажал не я. Но, так как огородники своих не бросают, сейчас мы постараемся справиться с этой болячкой. И потом еще удобрить нашу рассаду. Вот. Вот так ведут себя астры. Вы посмотрите, такие пушистики уже. Базилик мой любимый. Это кинза. Но тут ничего необычного, в принципе. Салат. С укропом не знаю что, видимо, он тоже подсыхает. Вот арбузы. Все, отойди. Вот. Так как мы их заглубили, у них появились вот эти вот воздушные корни. Это не я такой умный, это не Оксан Сердечно, наверное, сказал. Вы не подумайте. Я не сел и не почитал книгу. Это не Оксан сказал. Вот так вот. А. Ну и, конечно, мои маленькие перчики, дубиновые бусы. Вон они растут. Красавчики. Притащил я стол. Итак, мы с вами сначала пересадим наши заболевшие огурцы в емкость поменьше. А точнее, это будут горшочки с выдвижным дном. Сейчас я вам их покажу. Так. Всякие штуки-дуки. Так. Вот такой вот набор горшков. Вот такой вот набор горшков от 7 семян. Фиолетовые горшки. Очень классно выглядят. И у них двигающееся дно. Двигающееся дно. Какое длинное слово. Выдвижное дно. То есть, например, чтобы нам пересаживать было легче, мы просто подцепляем и достаем. Вот так это выглядит. Вот. Такое донышко. Вот. Снизу дырка. Снизу дырка. Ну, соответственно, все. Этих ребят мы вылечим, а моих мы подкормим. Сейчас я расскажу, чем. Расскажу и покажу. Так. Мне нужен совок. И земля. Земля еще. А! Повело меня. Огурец, карнишон, веселая компания. Что-то компания уж какая-то не веселая. Засушливая. Так. Земля есть, совок. Ёп моё. Тут мошки. Так. Контейнер я помыл. Совок я очистил. И предлагаю наполнить это все новой хорошей землей. Сейчас у меня пока в наличии, в наличии конкретно здесь, нет кокосового брикета. И он есть на сайте. И на складе. Сначала нет. Он есть на складе. И его нужно заказать на сайте. Вот. И потом уже развести. Поэтому я пока просто наполню контейнер обычным геровским грунтом. и наполню им эти самые горшочки. Где наша трамбовательная система. Если в этой земле содержится грибок и какие-то там патогены, то, соответственно, эта земля уже непригодна для нашего... Пфи! Пфи! Для... Пфи! Спасибо. Эта земля непригодна для нашего этого огуречного обитания. Поэтому мы аккуратно попробуем сейчас. Так. Какой он уже длинный. Ё-моё, я даже не ожидал. Так. Пахнет вкусно. Этот... А если... Если эта земля непригодна, то как это туда с ней сажать надо? А, ну, видимо, мы... А! Всё, я понял. Мы будем проливать специальным составом, раствором. Поэтому... Всё будет ок. Так. Пересадка одного есть. Так. Землю утилизируем. Ибо больше с ней делать нельзя ничего. Я так понимаю. Больничная койка тебе прописана новая. Ну, вроде... Нормально. Ком более-менее цел. Точнее, не более-менее, а цел. И не повреждён. Так. Я всё протёр. Итак. Чтобы вылечить наши огурчики, я взял Mika Help. Сейчас я вам подробнее его подсниму и расскажу, что для чего. Эффект от применения Mika Help – это лечение и профилактика грибковых заболеваний. Грибы-антагонисты уметают развитие некоторых фитопатогенов, которые вызывают корневую стеблевую и плодовой гниль. Стимуляция роста корневой системы, увеличение площади всасывания элементов питания, сохранение продуктивной влаги. Его мне порекомендовала взять оксан сердечный. Вот. Я его залью. И, соответственно, посмотрим, насколько он улучшит ситуацию. Так. А как его разводить? Во сне зелёной культуры, ягодной культуры, 15-30 миллилитров раствора на 10 литров воды, и, соответственно, 0-15 миллилитров. А 15 миллилитров – это примерно… Это примерно… Примерно… Вот столько. Так, 15 в тон. А я сейчас пойду, приду. Чтобы было проще мне поливать, я тут сейчас перелью в зему и из зема полью. Так, я думаю, да выхватит. Что молчишь, вкусно тебе или нет? Вкусно? Помогает? Не понимаю, помогает или не помогает? Прям подсаженец. По корневой пройдём. Так, следующее, что мы делаем, мы должны с вами удобрить мои вот эти вот все саженцы. Я возьму живое удобрение. В общем, универсальная сыпучка для различных культур. Точнее, даже не для различных, а… А, да, для всех видов овощей, рассады, зелёных плодово-ягодных культур, садовые, домашних, декоративных растений, для открытого и грунта, и теплиц. Всё, супер. Опять насвинячил. Так, ну а что такое живое удобрение? Давайте посмотрим. И я вам про него расскажу. Поним. Эффектом от использования оздоровителя будет подавление развития возбудителей грибных и бактериальных болезней, обогащение почвы питательными и биологическими активными веществами, витаминами, аминокислотами, макро- и микроэлементами, повышение содержания азота в почве, ускоряет разложение растительных остатков, ускоряет процессы образования гумуса. Полстоловой ложки. Полстоловой ложки этой штуки. И получается живое удобрение 15 миллилитров на 5 литров. Вот будет вообще не смешно, если я всё полив и всё сдохнет. Ну ладно, будем мыслить позитивнее, всё будет хорошо. Так, ну чтож я всё перелил, начинаем проливать. Проливаем кориандр Иванович. Ой, плесень какая-то. Господи, вы бы чувствовали, вы бы просто, не знаю, представили этот запах. Он настолько ароматный. Он очень ароматный. Я вот сейчас на расстоянии, не знаю, сантиметров 30 от лица и он пахнет. Ааа, я просто потер его листочек, он так пахнет. Ну что ж, я надеюсь, мы сегодня спасли с вами огурчики, удобрили наши саженцы, нашу рассаду. И для самых внимательных, кто мог заметить, в начале выпуска я был в необычной футболке, перемотайте её и посмотрите, если вы не заметили, там есть кое-что очень выгодное для вас. Но не будем об этом. Глаз дергается просто. С вами был Никита, канал Семь Семян, Гаражу Огород. Го городить. Подписывайтесь. Обязательно ставьте пальцы вверх. И напишите в комментариях, сталкивались ли вы с таким же заболеванием. Вот. Надеюсь, что больше пока не будет заболеваний, потому что хватит. Вот. Хочу, чтобы всё выросло и дальше уже по накатанной. Пересадил, удобрил, пересадил, удобрил. И начал пожинать свои плоды. Вот как-то так. Но, наверное, так не бывает. Всё. Всего хорошего. Хорошего дня. Хорошего вечера. Приятного аппетита. Будьте здоровы. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.